Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Цели нет передо мной Сердце пусто Раздин в ум Это ведь не простую Однозначно жизни в силе Взять на человек Если Жить без Бога Теряется в этой жизни Мне кажется что сама жизнь Это некий напрасный дар В течение Специальных обстоятельств Что встретились там Классные тату И вот видился я Это некое случайное событие Которое не имеет своей цели Имеет своего значения Как для может быть Всемирной истории даже И в таких ситуациях человек Входает в умыни Человек теряется Человек начинает искать А без Бога не может найти эту тему И очень часто Как подобные терзания Все это заканчивается Самым старшим Дреком Дреком Самоубийством Ответить Александру Сергеевичу Купались многие Но пожалуй Самый Удачный И самый Красивый Второй Сочинный Маратур Написал Другой Весьма Известный Человек Микритонит Московский Филарит Грязнов Святитель Микритонит Он И описал В том же стиле Том и тем же Слугам И напрасно Неспециально Жизнь От Бога Нам дана Не без воли Бога Тайны И на праздник Осуждена Сам я Своим ранее власти Злой Истинных Без Назла Сам Наполнил Душу Страсти По сомнениям Взорновал Скоро Несне Взорнование Ное Пассия Сквозь Всю Руду И Совсем Истинные Существа 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 Новый год Но Жизнь Она Будь Будь И Непрасна А Чтобы Всю Существа Скоро И Будь С Будь 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 То есть наша жизнь временна, и, я говорю еще, кратко временна, дана нам этот экзамен от жизни вечной, от жизни бесконечной. И, в зависимости от того, как мы пойдем этот экзамен, и зависит, будем ловить Богу вечность, либо будем ловить Богу вечность. И я очень ловлюсь, чтобы все отпустили из Чарского Бога именно для достижения Царства Небесного. Естественно, каждому человеку необходимы какие-то посредневные трубы, посредневные заботы о свете, о свете, о свете, о свете, о свете. Человек не всякий, но это не всякий. Мало даже кто может посвятить всю свою жизнь Богу. Нужно быть людей осенниками. Например, монахи могут закрыться от мира и жить только ради достижения Царства Небеса, но общество из нас живет в семье, живет в дедни, умножается в ежедневном питании. Какой-то рода стучь, что ты запомнил говорит? Девы шесть дней седеваться. Девы шесть дней должны трениться, должны трениться на питание своего тела, на обеспечении себе или своими действиями нормальной жизнью. Но у нас это должно произойти так. Седьмой же день, твой свой субботок, сейчас это воскресенье, пусть любого человека. То есть, из-за того, что мы все из дней должны заботиться о тебе, и мы все людям исключения все-таки должны посвятить в самое важное, в своей души. О кризаниях, которые испытывает человек без Бога, и как выйти из этих кризаний, также говорит нам другой известный русский писатель, Сергей Михайлович Достоевский. «После возвращения исходерги, и исходерги важные слова, я скажу вам про себя, что я дитер века, дитер в мире и сомнений до сих пор, и даже не узнал о том, был в родовой крышке. Каких страшных учений, историй во мне, и стоит теперь эта жажда у денег, которые тем сильнее обушевывали, тем более вовне Бога в кратерии». Говорю, что, кто имеет сомнения, душа все равно стремится к Богу. И чем сильнее этим Богом, очень Богом, тем больше его душа и стремится к нему. Матяна Головинского писать слова героев-патриистов, которые хотели из него, было бы очень легко и просто, не в постановочем быстро. но слова Раевика, по повреждению этих мыслей, он писал большим трудом. И он дальше пишет, «Коднако же, Бог посылает мне иногда минуты, которые я совершенно спокойно. Эти минуты я на многое укажу, что я был другим. И в такие-то минуты я сложил себя символом веры, которым все для меня ясным и смелым». Эти цели очень просты. Вот он. Верите, что нет ничего прекраснее, лучше, симпатичнее, прозорнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но, скорее всего, на Богу вы говорите, и не может быть. Много того, если бы ты мне сказал, доказал, что Христос в мире истинно, и действительно было бы, что к истине в мире Христа, то мне лучшая хотелось бы оставаться со Христом неже естественным. Эти, не будучи слова Каверия Павловича, говорят нам о том, что любовь к Христу и самого Христа он станет даже выше самой истины. Хотя, как человек православный, он знает, что для всякого христианина Христос и есть истина, но или даже если это было бы не так, для Него Христос важнее, сам Христос важнее и выше истины. Жизнь человека всегда бывает с этими сложностями. И всегда бывают такие моменты, когда нам кажется, что ничего помочь нам не может. Именно в такие моменты есть, если в первую очередь обратиться к Богу. Говоря о смысле жизни, Господь поскользил так вот, что Он своему женикам такое кличное. Некий человек создал Великий Петель и пригласил на него свою блаженство, и так, чем надо. И вскоре, когда пошли ждать этих друзей приглашенных на Петель, услышали то есть нам так писать на ответы. Первое слово, что Он купил землю, не может быть и проверки. Первое слово, что Он купил волос, не может быть испытать. Ведь он не может быть на ответ. Этими словами Господь описывает практически всех нас людей, которые осознанно понимают, отказываются от места под разными причинами. Люди, которые купили землю, человек, которые купил землю, обозначают собой тех, кто с последними трудами, последними какими-то заботами, вельтинскими подхваживаются к этой кольцерской. То, что мы уже не говорим, да, вот и кольцерской. люди, вот есть сейчас несколько повознений. Есть сейчас можно сделать ремонт, есть сейчас можно делать ремонт, людей, а могут продолжить, а потом может быть нет. Вторая группа людей, которые отказываются подобно человек, которые купил двух волок. Часто такое как местности некрасавии, и оценивается как бы наши органы местных чувств, от наших глаза, наши пары глаз, наши пары глаз, пары глаз, наши пары уши, и что ради наслаждения наших пород, наши органы чувств, мы отказываемся в христа. Хотя люди, которые называют гиганистами, ради наслаждения, ради неслабостных глаз, неслабостных мишель, уходят от христа, забывают о том, хорошие, радостные моменты, когда им приятно, слушая какую-то музыку, либо по некоторых гримах сложности, люди забывают от христа. Третий, человек, который женился или неслов подпекинку пешку, тоже является пообразом людей, которые в семейных заботах подпекинку и могут прийти. У меня сейчас какие-то важные дела, не могу прийти. тоже отказываются другом. Господин велик, что же делает дальше господин? Он приглашает всех желающих. Если приглашает всех людей, которые были расположены, то Господь приглашает всех людей как и многие приходят, которые были изначально приглашены, остаются без него. Такие у нас получаются все. Часто люди, которые получили православное воспитание, знают, что до скольки ждет, со временем удаляются от года. Люди, которые создали без года и ходят под первую золу. Почти своего года в Сан-Сесе приходят в кран к месту и подняются песни и покажем. Мирославное должно большинство людей, которые не смотря на милиния родственников, не смотря на непонятные взгляды, воспоминания своих друзей родственников, лишних вам и служат Бога. Сходит из цитров исполнения успехи, целой жизни, делающих спасения. В другом месте Сергей Михайлович Соленский говорит о бессмысленности жизни безного. Для чего устраивать, это будет столько старали устроиться в общество иди правильно, разумно и нравственно правильно. На это уж ты не сможешь дать мне ответы. Все, что мне могли бы ответить, это «Сколько получить наслаждение?» Да, если берут цветов и королев, ты бы получил наслаждение. Но задавая о тебе, себе беспристайные вопросы, и на будущее. Даже при непосредственном счастье, любви к ближнему, и любви ко мне человечеству, ибо я знаю, что завтра, и завтра же все это будет уничтожено. И я, и все счастье, и все человечество обратится, все обратились в мечту. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там соседям, денежкам, и мертвым законам коррора, непонятно, что в этом месте заключается такое-то глубочайшее ненужение человечества. Но он глубоко неоскребительное, и тем более невыносимое, что тут нет никого любого. Он действительно глубоко описывает страдания человека, если бы не было бы Бога. То есть, если вся жизнь его ради наслаждения, то при обыкновенном наслаждении без этих духовных призанов, кто является создателем мира, и так далее. Но если он, человек, воображенном и может задавать себе подобные вопросы, значит наслаждение само по себе невозможно. И наслаждение возможно без человека только угодно. Только осознавая, что Господь его будет, и благодаря этому нигде блестности человек получает наслаждение понимает, что сейчас он здесь не будет все временно, а вечная жизнь ну реальная цель существует и ждет его в будущем жизни. Мы помним все очень известные слова что если Бога нет, то все без не нигде даже оперализируют эти слова, но на самом деле это очень глубокая мысль, что если бы не было бы Бога, то не было бы тех твердых, неких оснований для права для жизни человека. да есть некий государственный закон, который тоже основан на основании то есть вот нельзя убивать, а почему нельзя убивать? ну потому что так на основании или нельзя воровать, а почему нельзя воровать? просто потому что так и на законе и не имея органов оснований или тем более если человек выполняет законы из болезни наказания то есть я будет возникнет та ситуация когда человек может его нарушить. ну например если никто не видит или если никто не сможет меня в этом обвинять то чуть-чуть попасть можно либо собесно немного и так далее и так далее человек может сломиться от детей либо если никто не знает то нам достаточно можно и так далее и так далее Мы видим, что очень часто среди людей, которые муслены, много-либо верят в Богу поверхности, не понимают сути православных людей, люди нарушают и законы, и говорят бесчисты. Порой не осознавая, что этими они удаляют свободу. И первое основание, единственное, что для понимания, что никогда, ни по каких условиям, каким-то тебе бы человек наказался, он не имеет права решать, он в невозвольности решать это является, конечно, первым Богом. Просто Господь всегда ничего, это везде ничего. И самое главное, даже не просто страх наказания, страх лишения внешней жизни, но самое главное, это страх нарушения любви Бога. То есть, совершая приступление, мы просто прибавим Бога. Ситуация верески. Каждый раз, когда мы решим, мы как бы забываем новый гвоздь тела Христового, Христа твоего Христа. Потому что Иисус умеет за наши грехи, и совершает мифы, подсказая наши мифы, мы заново распинаем Христа. Поэтому я желаю себе под каждому человеку иметь в трудное понимание, что наша жизнь не опасна, что наша жизнь должна быть Богом, и когда она нам в любит лично, то какие бы трудные обстоятельства упостили в вашей жизни, всегда помните, что Господь восстудит, и эти трудные обстоятельства, возможно, могут принести в вашу мощную величину, в большей большей силе, всегда принести к лучшему. Сегодня мы продолжаем с вами рубрику православных книгах, и я хотел бы рассказать о книгах для памяти детей. В нашем канале есть множество детских книг, которые нам рассказали обоих ребенка, и вот тут мы видим книги по резюмации тех, например, вот книга Критобудина и Серафим, в котором в детском ключе, детскими словами относилась к жители великого старца, Кольского. У нас есть книга по жители моей жены Гмачевой московской, как она маленькая девочка будущей московской, смогла принести в мере множество народа. Есть книги и работы с тех старцев, и великолепные тех старцы, обрыски, двери, и многие люди и другие стыки. Но есть и книга для более взрослых деток, для школьников, как раз здесь, например, Закон Божий Молитвы. Очень важная и содержательная книга, поскольку здесь старца описывается и внутренним решением молитвы, как правильно честиться, как, что значит молитва, как правильно молиться. Крафтное описание, объяснение молитвы, чтобы слова молитвы в детей становились не просто каким-то механическим повторением каких-то слов непонятных, но чтобы каждая молитва была осознана. И вот все внутренние и учебные молитвы здесь краса описаны и располаганы, переведены на русский язык. Также в этих книгах мы видим краткое поислование медвенской истории, опять-таки понятное для школьника, на том, на том, на школьнике языке, мы видим правде основные истины для старца Сокрии, учения Сокрии по призму одной из важнейших молитв сильного веры, то есть что и как мы верим. Этот медвен будет полезным для высокого школьника, для детей, которые интересуются такой школьной верой и не могут понять только какие-то моменты православного учения. Также нам был полезен для школьники, которые уходят в школе основы православной культуры. Подобные идеи, но в любой формате и в сборочной туристической инвеструции есть книга «Детская православная цикла книги». Здесь также есть описание, также описание на литв, тропкое описание, какие сетых признак и стыдно выступает в основной церкви, объяснение непонятных возможных слов, какие что означает, и тропкое описание верхнего и нового занята с иллюстрациями известных художников. Такая игра тоже будет полезна детям, как и школьникам, так и благодаря годатой инвестрации, но школьникам, я смогу просить 5-10 картинок, до всякого небознательного христианина будет основной стан хорошим. как я уже сказал, есть книги и до маленьких веке, от детской обыгры, например, и до моих классов с объяснениями ведущей. Поэтому всякие, можно пойти для австового ребенка, полезные ощущения, не просто какие-то интересные истории, но и художественные позидения, и исторические которые будут полезны для всех моих семей.